Как вам такое, Майнкрафт новая версия, которую добавили Мерседесы реальные? Давай жителя собьём. На, парканул машину, она тут застыла. Она быстрее, чем Бугать едет, оцени. Это деревянная штуковина летает? Да. У них есть вот такая вот печка, это типа их такой двигатель, понял? Печка, блин, печка в самолёте. А, там их Diamond TNT. Она создаёт просто невероятный узор, ты сейчас просто офигеешь. Зацени! Офигеть. Вот такой вот алмазный взрыв у нас получается. А вы что думали, я только один роблокс снимаю? Не, настоящий Алды вспомнят, что я ещё и в Майнкрафт играю. И в этом видео я хочу вам показать топ самых крутых модов, которые у меня прямо сейчас установлены на Майнкрафт. Мяу-мяу, бой, с вами я, Димон, это канал Рыжий Кот Геймс. И погнали. И первый, я думаю, наверное, самый прикольный мод, это Russian Tools, который добавляет разные вещи, которые популярны в России. Мы заходим во вкладку «Разная», листаем вниз. Подожди, 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 я правильно услышал? Russian Tools, русские вещи. Russian. Russian. Russian, то есть эти вещи популярны в России, то есть. О, да, давай-давай посмотрим, прям интересно. Смотри, листаем вниз, и у нас появляется вот это. О, туалетная бумага, можно мне её в первую очередь посмотреть? Сразу же увидел, туалетная бумага, да, она здесь есть. Почему она плоская? Она не должна быть плоской. Но тут есть такие вещи, как, например, Pop It, который недавно был популярен. Ну, как недавно, год назад уже. Также есть кое-что очень крутое, здесь есть серебряная кнопка вот такая вот, и есть даже золотая кнопка. Вон, ребят, на стене, видите, у меня там висит серебряная кнопка, а до золотой кнопки нам осталось совсем чуть-чуть, так что обязательно нажимайте на кнопку подписаться, чтобы у меня поскорее наступил миллион, и у нас была золотая кнопка. Прямо такая же, как сейчас на экране, да-да-да, давай. Там, правда, более новая, а ещё, смотри, что я могу... Подожди, 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 ты эту кнопку-то повесь на стену куда-нибудь жителю какого-нибудь. Да, так я только хотел показать, смотри, я ставлю рамку, и могу её поставить. О-о-о, да, прям как у тебя сейчас. И могу её даже перевернуть. О-о-о, не надо ногами делать, так красиво, вот, топки. Вот, у нас теперь, зато этот житель у нас популярен теперь. Тут есть куча разных предметов, например, тут есть Windows 7 диск, здесь есть VR-шлем, но, к сожалению, его одеть нельзя. Да, тут есть три вида телефона. Тут есть Phone, самый обычный телефон. Тут есть Nokia 3310. А, я слышал, что этой Nokia 3310 можно Bad Rock прокопать. Я этой Nokia 3310, смотри, что могу. Я ей могу булыжник ломать. Ладно, давай починим жителю дома, а то он, может, на нас сейчас обидится. Так, и тут есть у нас ещё iPhone. Да, это, блин, наверное, как-то выделяется, вот он. Айфон. Только я не знаю, какой это iPhone. Это какой-то, это какой-то седьмой. Эй, житель, ты потерял свой iPhone? Да, бери iPhone, бери iPhone, бесплатно даю, бери iPhone. Ладно, но тут помимо iPhone есть ещё и еда русская. Сейчас покажу, например. Ну-ка, ну-ка. Тут уже мы видим доширак. О-о, доширак, ты чё это? Это же вообще... Я, честно, я не очень люблю дошик. А вот сейчас главный вопрос вселенной. Что вы выберете? Пепси или Кока-Кола? Я выбираю Пепси. Я выбираю Пепси. Пепси forever. Ну да, я, честно, тоже выбираю Пепси. Он в последнее время как-то вкуснее стал. А ваше мнение напишите в комментариях. Да, ну тут есть, например, бутер, тут есть бургер, апельсин. Короче, куча всего. Тут даже есть пицца из столовки. Так, пойдём к кому-нибудь жителю загрузим в холодильник, а то у меня что-то слишком много хавчика. Давай вот сюда, здесь есть сундук. Давай нормально тебе загрузим в холодильник. Давай, чтобы он не голодал этой зимой холодной. Так, конечно же, нам нужно два стака доширака. Обязательно. А чё добру пропадать? Ну, апельсинов мы загрузим туда. Я сказал, больше апельсинов. Запасы на Новый год. Смотри, тут даже пельмени есть. Да, тут пельмени и вареники есть. Там ещё и вареники есть, я вареники хочу. Так, давай вареники мы загрузим. Во, вареники. Во, оцени, сколько у него тут вареников. Так, давай тебе мы ещё чуть-чуть жвачки... Подожди, самое главное ты забыл. Там есть Russian водка и Russian пиво. А, вот. Самогон. Давай ему колбасы полом, чтобы он бутерить. Хотя, зачем ему колбасу? Давай ему сразу бутеры положим. Конечно, готовые. Сразу же полуфабрикаты. Давай ему чуть-чуть хрустима. Вот так, сухарей. Ну и давай, конечно же, Big Mac. Почему-то он здесь называется Big Burger. Во, идеальный холодильник русского человека. Ну всё, мы загрузили жителям холодильник. Мы дали им еды, дали им предметы. Теперь переходим к следующему моду, а именно машины. Чтобы наши жители деревни больше не ходили пешком до соседнего магазина, а ездили на крутых тачках. Конечно, правильно. Но, помнишь, в прошлых обзорах мода мы показывали с вами русские машины? А теперь давайте мы вам покажем иномарки. Это уже интересненько. Первое, естественно, это Matisse. Matisse, это Smart. На самом деле, это Smart for Two. Smart for Two, да. Смарт для двоих. Ты что меня разводишь, Matisse? Зацени. Я понимаю, что ты любишь эту легенду, этот Smart, но это Matisse. О, это же Smart. Я сам запутался. Сам признался, что это Matisse. Да, на нём можно реально покататься. То есть, я сажусь, здесь руль кататься, здесь уже какой-то айфон стоит. Не знаю почему, вот такой спидометр. Но, знаешь, этот мод хуже, чем прошлый. Потому что, зацени, здесь даже анимации колёс нормальной нету. Это что за убогий мод? Зачем ты такой мод показываешь? Вообще, тебе не стыдно? Не стыдно, но главное, что здесь иномарки есть. А то, знаешь, что-то на одних русских машинах кататься какой-то кринж уже. Ладно, сейчас давай найдём нормальные машины. Например, я уже нашёл кое-что. Я нашёл Мерседес. Зацени какой. Это какая модель? Я просто не знаю. Тут написано... Я просто не разбираюсь. Съел 65, ну ты что? А АМГ тут как-то написано. Вот три полоски. Это, это, это Адидас? Это коллаборация, да? Да. Коллаборация с Адидас. Тут логотип, зацени, Мерседес фирменный. Только он какой-то странный. Давай прокатимся на Мерседесе. Как вам такое Майнкрафт новая версия, которую добавили Мерседес реальные? Давай жителя собьём. На! Да жителю пофиг. Это, походу, Мерседес с Китая нам привезли. Подожди, подожди. Я тут кое-что заметил. А у него на колёсах, когда ты поворачиваешь, там появляются какие-то шипы. Это что, для лучшего сцепления с дорогой? Ну, естественно. Вот это вот что? Что это такое? Не, это что, знаешь, это чтобы резину не менять, когда летняя. А, летняя зимняя. Ты резко так делаешь, и она у тебя зимняя становится. Пойдёт. Это новый Мерседес, ты просто не шаришь. Кстати, если что, это не обычная машина, это машина из мода Фланс. Да, сначала скачиваете Фланс, потом уже скачиваете этот мод. Так. Я уже кое-что нашёл. Porsche 911 GT3. О-май. Зацени, какой зелёненький, красивый. Вот это топчик, вот это реально топчик. Зато логотип здесь нормально проработали. Салончик в Porsche, только почему логотип не двигается? Это как на Rolls-Royce, знаешь, там, когда крутится там... Да, я помню, на Rolls-Royce на дисках там не крутится логотип Rolls-Royce. Здесь тоже не так же, только на руле. Смотри, тут даже радио. Тут радио как в жике стоит. Это что на нафиг? Включайте сюда сенсоры. Покажи колёса. А, да, тут, интересно, зимняя резина врубается. Ну, из-за того, что... Ё-моё, меня лагает. Куда я заехал? У нас полмашины в доме теперь. Парканул машину, она тут застыла. Да, также, помимо всяких спорткаров, тут есть обычные машины. Например, вот такая вот Shelby простая. Ну да, вообще простая. Которая тоже можно прокататься. Обычная, конечно. Каждый день вижу такие на дороге. Вообще, каждый день я езжу на Shelby с V8. Ну, а теперь переходим к реальной экзотике. Например, зацени, здесь есть Lambo Huracan. Хотя встретим мы её не в первый раз. Да зацени, какая она крутая, красивая. Это же Huracan. Зацени, здесь даже как в реальной Lambo проработали вот это вот аварийка, всё такое. Это реально в Lambo так. Да, машина не очень быстрая, но в то же время круто, что можно показаться на Lambo. И, кстати, у неё тоже зимняя резина есть. Блин, вот эта зимняя резина, она меня просто убивает. Да, ну тут у Huracan еще плюс есть несколько версий. Например, здесь есть кабриолет-версия. Вот такая вот перфуманты. Вот, зацени, видишь, у неё даже кожаная крыша, то есть кабриолетовская. Эй, житель, тебя за сгущёнкой подвиси там, да, в магазинку быстренько так. На Lambo давай. Давай, садись. Поехали, мотанёмся, ну. Эй, Абдул, садись. Не, он что-то не хочет с ним насадиться. Видимо, ему пешочком нравится ходить. А жалко, у него был шанс прокатиться на моей крутой Lambo. Моя машина горит, помогите мне на машине. Пожар, пожар, машина горит. Машина горит, дом горит. О, нет. Ты что устроил, блин? Смотри, у меня сидея, у меня сидея. Если я сейчас зайду в дом, если я сейчас зайду в дом, там будет морда лампы. Смотри. Она тут даже из дома можно... Она на пневме, смотри, она качает. Да, смотри, это как новый Майбах, знаешь, ГЛС там был тоже на пневме. Ладно, давай покатаемся теперь на реально быстрой машине, а именно на Бугатти Широн. Это уже прям настоящая экзотика. Вот она, зацени, какая крутая точила. Вот она, фирменная подкова вот эта вот у них. Если честно, я все время читал это не Б, а ЕБ. Ну что, прокатимся на этом малыше. О, у него тоже зимняя резина есть, ура. Ему, она быстрая. Кстати, угадай, как здесь измеряется скорость? Ну как, 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 я не вижу спидометр. Вот, не, Стэк, как ты думаешь, в милях час или в километрах час? Наверное, в милях. Нет. В километрах тогда? Нет, она измеряется в чанках. Смотри, там сверху написано speed. Ноль чанкс пер аурс. А-а-а, вон оно как-то. Ну чёрт, смотри. Нормальная машина, вот. Сколько чанков, да, ну-ка давай. Вот разгоняемся, видишь, там уже 20 чанков, 30, 40, 50, 60. Давай, максималка, максималка, ну-ка, ну-ка, ну-ка. 65 чанков в час. А давай попробуем сравнить её со скайлайном. Зацени, какая тачка. Не, если честно, я японские вообще не люблю, если честно. Ну началось тут, давай, японские, не японские. Нифига у него панель там. И ты запомнил, сколько было у той-то? У неё было 65, а это 59. Ну, нормальный результат. Ещё, тут помимо новых машин, есть старые машины. Например, вот такая вот Ford T2. Легенда, легендарная машина. Очень старая машина, это 1926 год. Тогда Ford ещё выглядел вот так. Кстати, это не старый логотип Форда. И, честно, мне он нравится больше, чем новый. Следующий мод у нас тоже машины, но ещё более забагованные. Это мод Cars and Engines. Этот мод уже проработанный, тут нужно самому собирать машину. Например, смотри, возьмём, ну, допустим, Mazda RX-7. Ставим. И она у нас помнится вот в таком вот обычном кузове. То есть, видишь, у неё нет колёс, ни двигателя, ничего нет. Ну, смотри, тебя тоже смущает этот розовый цвет. Давай поставим хотя бы чёрный вот такой вот. Вот. Теперь эта тачка выглядит круче. Теперь нам нужно поставить на неё колёса. Здесь мы поставим на неё колёса RX-7. И чтобы их ставить, нам нужен вот такой специальный лаг в рейндж. Нажимаем и ставим колёса. Всё, теперь у нас на этой машине есть колёса. Но ты видишь, что на ней нет стекла, нет ничего, видишь? Вижу, конечно. Поэтому нам нужно найти специальные детали для этой машины. Видишь, тут написано FITS, Opel Manta, вот RX-7. Да, это значит подходит на RX-7. Да. Rear Window, Sunroof и спойлер. Теперь просто нажимаем и ставим детали. Только не знаю, почему на стёклах сразу же стоит белая тонировка. Остаётся самое крутое, это вставить двигатель и залить бензин. Для этого нам понадобится Engine Hoist. Если честно, я вообще хз, что это? Это подъёмник двигателя, только я не знаю, зачем подъёмник нужен. А, да. Теперь ставим двигатель. Я возьму два JZ-двигателей. А, ну да, то есть ты сам двигатель устанавливаешь, нифига, пойдёт. Да, зацените, какой он красивый. Чтобы вставить, нам нужно взять рычаг. Берём рычаг и нажимаем на этот блок. Всё, теперь двигатель стоит у нас в машине. Видишь, там торчит. Да, 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 появилось вон, да, появился радиатор. И осталось самое последнее. Зарить, это не бензин, я вспомнил, это этиловая жидкость. Универсальная жидкость. Это этанол, вот, этанол. Не знаю, что это за топливо такое. Подходим к центру и заливаем. Готово, теперь мы можем спокойно кататься на Mazda RX-7. Доцени, садимся. И готовы увидеть, на какой скорости она едет? Ну-ка. Ох, она даже с пробуксовкой трогается, пойдёт вообще огонь. Она быстрее, чем Bugatti едет, доцени. Просто жалко, что у неё нет спидометра. А ещё смотри, когда мы едем, мы убиваем всех мобов. Например, смотри, видишь эту овечку? Я еду. И ты мимо проехал. Вот смотри, едем в овечку. И она тут же умирает. И, кстати, помнишь, я говорю, что мы не в первый раз встретимся с Ламбой? Ну-ка. Так как здесь она тоже есть. Вот, ищем, 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 ищем. Вот, Lamborghini Huracan. Вот она. Здесь она, правда, более забагованная. Но самое крутое, что здесь машины можно сохранять. Берём Carbox MT и забираем машину себе. Можно сделать так даже с готовой машиной. Например, смотри, берём Carbox, вставляем туда нашу Мазду. Переносим её, допустим, вот сюда. И вытаскиваем. Пожалуйста, наша Мазда здесь. Прикольный мод, я думаю. Мне нравится то, что здесь можно самому собирать машины. А ещё, если вы играете на выживании, вам могут в деревнях попасться вот такие вот гаражи, в которых может валяться кузов и какая-нибудь деталь. Например, поищем, что у нас здесь. Здесь у нас, например, BMW E36. Но самое крутое, это то, что здесь может заспамниться ещё сразу два гаража. Давай посмотрим, что в этом гараже. Ну-ка, давай, вдруг тут что-то... В этом гараже здесь BMW E34, зацени. Тоже бэха, чё-то на бэхе попёрло в деревню вообще. Житель, это твоя бэха, чё ты тут возле неё кружишься? Он, походу, её продаёт. Сколько отдашь? Битая, крашеная? Какой пробег? Кому кругу едет? Бэушная, не бэушная? Да нет, ты чё, дедушка ездил всю жизнь в гараже, простояла. Пробег вообще минимальный. Ни битая, ни крашеная. Крутой, конечно, мод, но мы двигаемся дальше. И следующий наш мод, это Simple Planes. Как ты уже понял, это мод на самолёты. И вы меня спросите, зачем я вставил этот мод в список своих любимых модов? Он же самый популярный, и его знает каждый. Но я вам скажу так, то, что нормальных модов на самолёты и вертолёты очень мало. Так как они могут не работать, или может Майнкрафт просто вылетать. А этот мод самое то. Слушай, ну у нас вообще топ деревня получается. У них теперь есть хавчик, у них теперь есть машины, причём разные. Есть самолёты. А теперь у них ещё и самолёты есть. Ну это прям вообще огонь. Так, начнём с обычных самолётов. Вот так они выглядят, зацени, у них есть вот такой вот винт. Это деревянная штуковина летает? Да. У них есть вот такая вот печка, это типа их такой двигатель, понял? Печка, блин, печка в самолёте, класс. Самолёт на дровах. Ну это знаешь, это Simple Planes. Это же Simple Planes. Здесь они же простые, они же Simple. Почти что Simple Dimple. Ну или Simple из CSGO. И когда мы садимся, видишь тут такие вот типа самолётики, да? Это жизни нашего самолёта. А ещё, чтобы взлететь, нам можно ещё использовать только просто VED, но чтобы взлетать быстрее, мы можем использовать Control. Это Boost. На этих самолётиках очень круто искать ресурсы, деревни и всё такое. А ещё у них даже крутится винт, и это выглядит круто. А ещё зацени, как могу. Я сейчас попробую бочку сделать. Ну-ка. Фигуры высшего пилотажа и... Ё-моё! Мама! Ааа, нет! Но ещё здесь есть помимо самолётов, есть ещё и вертолёты. Например, спавним. Вот так он выглядит. А сейчас вот этот вот реально уже вродливо выглядит. Зацени, эта печка торчит. Ещё раз, садимся. Только почему здесь логотипы самолёта, а почему здесь не вертолёт, допустим? Давай-ка вертолётик. Взлетаем. И он уже управляется полегче, чем самолёт, так и здесь ты не сможешь разбиться. За ней даже этот вентиль работает А теперь давай на посадочку Так он, конечно, прикольно садится Это была мягкая посадка Очень мягкая посадка Да, это был маленький мод, но прикольный мод А теперь я хочу перейти к самому крутому моду Который мне нравится больше всего Ну и, конечно же, я говорю про мод на ТНТ Да, я помню, когда у нас была целая серия видео Когда мы там снимали сначала обычный ТНТ И снимали мод на пушки ТНТ Но это все было на бедрах версии А это уже версия Джава Здесь ТНТ уже побольше И здесь у меня есть два мода Первый мод находится в механизмах Зацени, сколько здесь динамитов Но покажу я самые интересные Мы, походу, зря прокачивали эту деревню Чувствую, она сейчас взлетит на воздух Так, давай возьмем лава оушен ТНТ Да, я буду брать только самые интересные Ну-ка, 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 что это значит лава оушен? А, океан лавы? Да ладно Ну, я не знаю, давай попробуем Итак, ставим Отбегаем Блин, там жители Прощай, деревня Ты посмотри на это Офигеть, у тебя фпс сколько? Ну-ка, я не знаю, 3 фпс в минуту, что ли, там, или что? 3 фпс в год Обалдеть Посмотри, сколько здесь лавы Бедная деревня Я думал, я думал, ее надолго хватит Дома горят, туши Машины горят Ты когда-нибудь в Майнкрафте видел столько лавы? Нет, это впервые, блин, прикольная ТНТ Это у нас, это уже кажется, какой-то, знаешь, словно какой-то апельсиновый пирог Вот так взяли, вот так Кусочек Следующее Мое самое любимое ТНТ в этом моде Это Атомик Даймонд ТНТ Оно создает просто невероятный узор Ты сейчас просто офигеешь Я хочу его поставить Вот на эту трубу Как тебе идея? Да, мне без разницы Ты, главное, покажи, как оно работает Итак Правда, грузится оно уже побыстрее Потому что здесь не течет лава А здесь блоки Зацени! Вот такой вот алмазный взрыв у нас получается Офигеть! Вот это класс, вот это красота Я же говорю, красиво будет Ты представь, в выживании найти такую штуку Ты просто представь, сколько здесь потрачено было алмазов, чтобы это построить А прикинь, сколько их можно здесь добыть? Да, тут же их можно перекрафчивать в обычный алмаз Ты смотри, если один блок, это 9 алмазов То представь, сколько здесь будет и в этих блоках алмазов Это, мне кажется, рай для любого Майнкрафтера Так, какие у нас тут еще есть ТНТ? Arrow ТНТ Это что такое? Я тоже не знаю, давай попробуем Так, мне кажется, оно будет грузиться побыстрее И... Видел? Еще раз Классно Мне кажется, это идеальное ТНТ для скелетов Они же там с лука стреляют Да, это идеальное ТНТ для охоты Тут есть Time ТНТ Интересно, что это? Как оно? Оно время, что ли, уничтожает? Или оно останавливает время? Или останавливает время? Time set tonight! Ё-моё! У меня стоит геймрул, что нельзя ставить ночь Как у меня ночь появилась? А вот так вот, такое ТНТ. А ну-ка, сейчас день сделаем. А теперь еще раз. Ну-ка. Все. Теперь у нас день. Прикольный ТНТ. Трамп ТНТ. В смысле, Дональд Трамп или какой Трамп? А может быть, это Трамплин или все-таки Дональд Трамп? Давай, давай, обязательно надо проверить. Не, ну тут, если бы Трамплин, было бы Рамп написано. А, да, точно. А тут... Ой! А! Я думала, это типа мем про то, что стена, типа. А, это что? А, точно. Лестница и две лопаты. Для нелегалов, да? Чтобы убежать отсюда. Естественно, я подумал, что это мем реально про стену. Типа вот это вот, то, что он хотел стену построить. Так, наверное, это и есть про это. Правильно ты думал? We need to build a wall. Cave, ТНТ. Только смотри, это плоский мир, тут мало слева, так что, наверное, просто дырку сделает. Ну да, я так и думал. Смотри, такой пук, конечно, был. А, смотри, да нет, он нормально тут прокопал. Если бы был нормальный мир, наверное, там было бы поглубже. Смотри, а давай пробуем здесь. Туда же пауки алмазные водятся. Это что? А, это из этого, из Mozy Mob мод. Кстати, можете скачать его, он интересный мод. И что называется мод вот так? Вот этот вот алмазный чубрик. Ну-ка, давай попробуем прям в самую жилу зайти. Вот сюда. И здесь попробуем прокопать. Давай, ставь уже. Так. И печерный мод. Раз, два, три. И давай. Оп. Ё-моё, зацени. Вот как это внутри выглядит. Зацени просто, сколько здесь алмазов. Но, кстати, забыл сказать, что у меня тут не один мод с ТНТ, а их два. Давай Tiny Island последний пресс-тестим и попробуем на следующем вот идти. Давай вот здесь. Здесь, я думаю, это будет выглядеть прикольно. Давай. Tiny Island. Это что? Это маленький остров? Это, мне кажется, как с Хейблок будет. Маленький. О. Ну, здесь можно прикольно повыживать. Опять алмазы, нас алмазы преследуют. Хотя тут ещё, но ТНТ заметил. Это Forest TNT. Вот она. Давай. Так, Forest TNT. Так. Что здесь будет? Что? У нас будет лес. Где? Где? Лес появись. А где? Во! Ё-моё! И он продолжает расти. Офигеть. Это наш, это Mr. Beast, это Team Trees. Да-да-да-да-да, миллион деревьев. Мне кажется, я видел там какой-то Лол ТНТ. Ну-ка, ну-ка, а что такое? Дум ТНТ. Это The Gold Plated Plutonium Alloy Coated 8 Volume Nuclear Donkey Edition. Чё? Не знаю, что там, но давай протестируем. Мне кажется, компьютеру твоему точно кирдык придёт. Ну, Лол, значит, должно быть что-то смешно. И сейчас взрывается компьютер. Очень смешно. Мне кажется, сейчас такой пук будет, что ты сейчас офигеешь. А почему мне сейчас такое прочувствует, что мой компьютер уже нагревается до 1000 градусов? О, пошёл эффект. Ё-моё! Это чё за кратер? Офигеть, прикинь, такой кратер тут разгуляться, конечно, можно. Ну, а сейчас будет вообще крутое. У нас же есть ещё один мод по ТНТ. Давай его возьмём. Это у нас, если что, мод TNT Plus. Давай, TNT Plus. Так, Teleporting TNT. Чё это такое? По-любому телепортирует. Из названия всё понятно. По-любому. Давай. Так, и... Ой! Чё, чё, чё? Во-во-во-во-юб! Фига. Это, по-моему, ТНТ телепортируется, а не нас он телепортирует. Да-да-да, да. Это можно игру такую устроить нам с тобой, да? Кого взорвёт ТНТ? Прикольная штука. Да, это, кстати... Знаешь, так можно окружить, и он будет вот так телепортироваться, вот так. Фау-фау-фау-фау. Оу-оу-оу-оу-оу. И в кого попадёт, тут проиграл. Смотри, тролл ТНТ. Чё за тролл ТНТ? Тролл ТНТ. А ну-ка, поближе вот к жителю, к жителю поближе. К жителю? Давай вот сюда, прям в церковь. Так. Выходим. Выходим, выходим, выходим. А, я поставил там, а взорвалось здесь. Нормально. Расс овзиус. А это чё-то связано с молнией? О, смотри, он анимирован. Анимирован, смотри. Прикольно так. Прикольно. Чё-то связано с молнией, наверное. Это Зевс. Яроз Зевса. Ёба! Жесть. Ё-моё! Всё горит, тут Мазда горит. Зевс, видимо, не в настроении сегодня. Да, конечно, Тинити, это было крутое, мне понравилось. Ну, а давай посмотрим что-нибудь ещё. Woodcutters Deluxe. Это, типа, обтёсывание дерева. Типа, здесь можно при помощи топора обтёсывать деревья. Так, ну-ка. Ну-ка. А здесь? Отойдём подальше. От греха подальше и... А! Он срубился. Она все деревья убрала, тупо. Хотя у нас же была лава. Давай теперь эту деревню затопим. Ага, вода, давай. Окей. У нас есть стихи сегодня. А это у нас и так полдеревни уже плывёт? Откуда там столько воды? Так, вода пошла. А это мы уже деревья убрали, зацени. Тут дома пропали, они все под водой. И напоследок я хотел оставить Festive TNT. Да, сейчас фестиваль устроим. Будем фестивалить. И... Давай. Уи! Ура, победа! Что, если мы взорвём вот такое количество Festive TNT? Как тебе такой размерчик? А, давай. Давай посмотрим, что там за Festive TNT такие. Так, 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 так. Пока ты все зажгёшь. Воу, воу, воу. Ууу! Это самая ночь на Новый год. Вот это ты устроил фейерверк. Ууу! Уу! Салют! Ура! С Новым годом! И ещё чё. Всё, теперь точно закончились. Ну вот такие вот у нас крутые моды в Майнкрафте. Можете написать в комментариях, если какой-то из этих модов у вас есть. Ну а на этом на сегодня всё. И всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!